Итак, закрываем наконец тему вопросов мониторинга производительности, разберемся с еще одним инструментом мониторинга пропускной способности сети, после чего я запишу несколько видео в рамках практического плейлиста о том, как мы эти инструменты можем применять. Несколько таких кратких примеров. Сегодня у нас наконец-таки будет IPERV. Нужно сказать то, что IPERV довольно-таки продвинутая утилита. Мы посмотрим основные возможности, парочку опций, а дальше уже применение ее будет зависеть от ваших конкретных каких-то задач. Это все та же нескончаемая тема 200.1, с которой мы сегодня, я надеюсь, разберемся уже до конца. Работать мы будем с клиент-сервной программой IPERV, которая по сути является генератором трафика TCP, UDP, то есть у меня есть клиентская часть, сервенная часть, и мы будем с клиента на сервер гонять пакеты и обратно. Есть утилита IPERV, и есть более свежий такой релиз, даже не то чтобы свежий релиз, это отдельный проект IPERV 3. Я установил оба себе IPERV и IPERV 3. Они работают в принципе одинаково, но IPERV 3 это такой свежий проект, который не совместим с предыдущей реализацией, но тем не менее у него там часть хода схожа. Значит, можно использовать IPERV, можно использовать IPERV 3. Я пытался запустить это все через VirtualBox в виртуальных сетях, но ничего хорошего я не получил, потому что по сути мы все, все мои виртуалки делили скорость между собой и вообще работали на одном моем реальном сетевом адаптере. В принципе, трафик за него не выходил. Поэтому мне пришлось сейчас подключиться к реальным серверам. И сейчас я нахожусь на том сервере, которым я буду выполнять роль сервера IPERV. Я буду измерять скорость до него. Для того, чтобы запустить IPERV в режиме сервера, ну то есть для того, чтобы IPERV начал слушать трафик, нужно запустить его с ключом минус S в сервер. Все, IPERV запустился, он работает, прослушивает порт 5201 и готов. Сейчас я нахожусь уже на другой виртуальной машине. Это мои виртуальные машины в Selectel, они находятся в единой локальной сети. И с этой другой машины я буду проверять скорость до той первой, на которой запущен IPERV в режиме сервера. Для начала мне бы неплохо понять, какая у меня вообще скорость моего сетевого интерфейса. То есть там 10 мегабит, 100 мегабит, гигабит, может 10 гигабит. Но утилита, которой мы обычно это делаем для реальных серверов, например, S-Tool и интерфейс, например, S0, единственное, что она мне скажет, это Link Detected. На реальном сервере мы здесь увидим кучу выводов относительно нашего конкретного сетевого интерфейса. Но так как у меня тут система виртуализации, то ничего конкретного мы по ней не увидим. И в принципе с виртуальными машинами вот так вот понять, так скажем, максимальную скорость интерфейса у нас не получится, потому что есть куча систем виртуализации, различные драйверы. И если мы уж хотим сильно заморочиться, нам нужно замерять скорость интерфейса на самом гипервизоре, то есть на той нашей хост-машине, которая содержит в себе эти виртуалки. То есть у меня это сделать не получится. Если вдруг кто-то умеет как-то делать это в виртуалках, скажите, но мне кажется, это невозможно. Значит, что я собираюсь делать? Я собираюсь запустить свой IPRF3 только в режиме клиента, то есть минус C. Укажу в IP-шник того сервера, до которого я хочу достучаться. У меня это 72, 168, 111, 201. Начинаю отправлять пакеты. И вот я подключился на тот сервер, начинаю отправлять ему запросы, получать ответы и вижу приблизительно, какая у меня есть скорость, какая пропускная способность. То есть вы видите у меня, сколько он передает за каждую секунду данных. То есть у меня вот здесь интервалы временные в секундах. Тут сколько мегабайт он передал. Тут какую скорость пропускную способность мы, собственно, увидели. Retrace – это количество переотправки пакетов. Это уже нюансы TCP. Мы заморачиваться не будем. И в результате мы видим такую статистику итоговую. То, что у нас был передан 1 гигабайт. И средняя пропускная способность была 860 мегабит в секунду. Sender – ресивер. То есть отправлено, получено. Sender и вот эта вот пропускная способность – это скорость аплоуда. То есть аплоуд с моей машины до удаленного сервера. Ресивер – это сколько нам доложил даунлоуд сервера, на который я отправлял эти данные. То есть таким образом я здесь вижу скорость аплоуда моего и даунлоуда сервера, на который я отправлял. Мы можем попробовать открыть и посмотреть, то, как это выглядит на сервере, будет выглядеть приблизительно вот так. То есть он нам покажет те же самые данные, те же самые интервалы в секундах, сколько было отправлено, сколько было получено. Для того, чтобы это выглядело немножко поинтереснее, мы можем, например, открыть nload на втором сервере и посмотреть график загрузки. То есть я могу, в принципе, давайте изменю ключи, чтобы было интереснее. Точно так же подключаемся, но будем отправлять не гигабайт, как в прошлый раз, а 500 мегабайт только. То есть можно указать размер данных, которые мы хотим послать. Сейчас запускаю и открываю nload на сервере. И вот nload на другом сервере, на который я подключаюсь, показывает мне, как я загружаю сеть на той удаленной машине. Вот так вот проскочило 500 мегабайт. Сворачиваю удаленный сервер, вижу то, что получил приблизительно то же самое. Около 800 мегабит. Я знаю, значит, то, что у меня скорость между моими виртуалками гигабит, но у меня у виртуалок, на самом деле, там есть еще кое-какие дела, поэтому целиком они этот канал утилизировать не могут. Можно указывать, допустим, не сколько данных отправлять, а через минус т мы можем сказать, сколько времени проводить тест. Допустим, я хочу провести тест за 5 секунд. И он за 5 секунд пытается отправить максимальное количество данных, сколько у него получится, и дает опять приблизительно те же самые данные. Из интересного мы, например, можем запустить это все в обратном порядке, то есть с клиента начать запрашивать пакеты с сервера. То есть сейчас мы замеряли upload и download сервера, в смысле upload нашей машины и download сервера, а теперь мы можем замерить upload сервера и download наш. То есть все то же самое, только с ключом минус R. Опять же, я запускаю сейчас с ключом минус R и открываю график с того сервера. И мы теперь видим то, что outgoing трафик так хорошо растет, а incoming трафик небольшой. Это наша утилитка unload нам показывает. Собственно, пакеты перестали идти, возвращаемся, видим то, что в принципе для сервера upload 827, для нас теперь download 824. То есть в принципе у меня все понятно, это скорость передачи данных между виртуалками в облаке, там проблем быть никаких не должно. Давайте мы проверим скорость от моего компьютера до любого из этих серверов. Я к ним все равно подключен через VPN. Итак, теперь я нахожусь на своей виртуалке и буду проверять пропускную способность канала от нее до моего сервера в облаке. В этот раз я буду использовать опцию минус R, которая будет проверять пропускную способность канала в фоновом режиме и затем через 10 секунд выведет мне результат. То есть это интервал, через который показывать результат выполнения теста. В результате выполнения теста я вижу то, что у меня было отправлено 33 мегабайта за 10 секунд, и мне показана моя скорость 28 мегабит секунд в среднем. Скорость аплоуда моя на сервер вот она, скорость даунлоуда сервером вот она. Могу сделать тот же самый тест в режиме реверс, чтобы посмотреть с сервера до меня, с какой скоростью будут доходить пакеты. Точно так же 10 секунд проводится тест, через 10 секунд я получаю результат. И вижу, что сервер аплоудил ко мне со скоростью 26,7, и я доунлоудил со скоростью 25,7. Знаю то, что у меня канал 60 мегабит, мы с вами его замеряли как-то пару занятий назад, значит, вижу то, что мой канал в облаке где-то 25-26 мегабит. Но это опять же, я не смотрел за биксом, чем у меня сейчас заняты сервера, насколько загружены у меня фронты, но в принципе такая скорость меня вполне устраивает. Итак, мы с вами посмотрели кратко возможности утилита AI-1. То, что я с вами сейчас так делал банально ключами, этого, конечно, недостаточно. Есть куча нюансов. Есть отдельно скорость канала, есть отдельно скорость пинга. В зависимости от того, какая скорость пинга, я, по-моему, вам об этом уже говорил, у вас может часть трафика быть служебным, и для отправки каких-то файлов очень много времени будет уходить именно на этот служебный трафик TCP IP. Более того, все может зависеть от того, какую вы информацию передаете. Мы-то сейчас загружали канал большим потоком трафика, а у вас может быть какое-то приложение, которое передает много маленьких-маленьких пакетиков на сервер. То есть нужно при помощи утилита AI-1 эмулировать как можно более актуальный трафик, который будет отражать вашу реальную ситуацию. Но так, для возможностей основных, я думаю, этого достаточно. Когда-нибудь на практике, может быть, доберемся до каких-то более таких серьезных кейсов, но у нас такая задача не стоит. У нас с вами именно ознакомление с инструментарием, а дальше вы уже, пожалуйста, сами.